напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать итак поехали как назывался этот небольшой чемоданчик когда-то для балерин выпускались миниатюрные чемоданчики в которых они могли бы перевозить профессиональные принадлежности во время гастролей но удобные балетные чемоданчики быстро ушли в массы и широко начали использовать все пассажиры к производству выдвигались жесткие требования балетные чемоданчики изготавливались из качественной кожи со стойкой окраской также были определенные нормы по эстетичному внешнему виду что это за предмет советской эпохи а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео жизнь советских мам была непростой но в 50-х на полках магазинов появилось нечто что немного облегчило ее подогреватель для детских бутылочек малыш он позволял поддерживать температуру смеси на уровне 40 градусов такой прибор стоил 7 рублей сколько человек были четырежды героями советского союза дважды звания героя советского союза были удостоены 154 человека трое трижды маршал семён буденный и летчики александр покрышкин и иван кожедуб два человека стали четырежды героями советского союза это маршал георгий жуков и генсек леонид брежнев леонид брежнев был также и героем социалистического труда где использовались такие мелки это портновские мелки которые использовали закройщики в ателье и на швейных производствах мягкая текстура и удобная заостренная форма позволяли с легкостью перенести выкройку на ткань их можно было купить по 3 копейки за штуку но в домашних условиях женщины чаще использовали в этих целях остатки туалетного мыла что это за приспособление времен ссср изображенное на фото было время когда крупные заводы специализировавшиеся на сельскохозяйственной техники выпускали что-то хорошее для обычных советских граждан хорошим примером было создание советского бытового спортивного инвентаря этот велосипедный тренажер имеет все необходимое для тренировки и сжигания лишних калорий цена вела тренажеров 30 рублей давала возможность многим советским гражданам иметь его у себя дома в 1984 году в ссср создали лазерный пистолет для чего его сконструировали лазерный пистолет с пиротехнической лампой вспышкой это советское экспериментальное ручное лазерное оружие несмертельного действия разработанная в 1984 году конструкторской группой военной академии предназначен для эффективного выведения из строя чувствительных элементов оптических систем противника в условиях космического аппарата либо в открытом космосе в ближнем бою без риска повредить обшивку или неоптическое оборудование и без отдачи не позволяющие использовать огнестрельное и другое кинетическое оружие в невесомости что это за предмет серийное производство которого началось в 1956 году в харькове это электро бритва харьков которая стала культовым товаром ставшим символом своей категории и нашедшие многочисленные отражения в массовой культуре каждый мужчина в ссср хоть раз пользовался такой бритва или мечтал о ней она мелькала во многих кинофильмах и хрониках тех времен бритва продавалась в пластиковом заводском футляре и с кисточкой что в советские времена в пятидесятых семидесятых годах хранили в этих ёмкостях в пятидесятых семидесятых годах в этих ёмкостях хранили жидкое смазочное масло в домашних условиях или в путешествиях было удобно хранить в таких масленках небольшое количество смазочного масла для экстренных случаев например для смазки цепи велосипеда или мопеда правда ли что советские маляры красили стены при помощи пылесоса пылесос saturn 2 обладал функцией выдувания воздуха маляры надевали на трубку краскопульт и превращали пылесос в компрессор для распыления краски по стене почему в ссср подъезды красили только до половины покраска стен до половины служила ориентиром во время возникновения сильного пожара контрастная линия вместе соприкосновения по белке и краске при задымлении помогала жильцам не растеряться и быстрее покинуть опасный объект какой любимый советскими гражданами продукт изобрел американец в 1853 году была запатентована технология сгущения молока с сахаром ее автором был американский изобретатель гейл бордин что нужно было сделать со счастливым билетиком из общественного транспорта по мнению советских пассажиров билет у которого суммы первых и последних трех чисел совпадали считался счастливым чтобы сопутствовала удача его нужно было немедленно съесть зачем советские граждане обивали двери дерматином советские двери были очень тонкими поэтому хорошо пропускали звуки и холод из подъезда в квартиру для теплоизоляции звукоизоляции двери обивали дерматином какой советский автомобиль в народе называли мыльница горбатый ушастый чебурашка мыльница каких только прозвищ не было в народе для советских запорожцев по-настоящему народный автомобиль 60-е завоевал любовь населения мыльницей называли модель за с 968 м за сходство формы с мыльницей после потерявшего боковые воздухозаборники кузова так называемые уши и наличие щелей охлаждения на капоте знаете ли вы что находилось в этом сундучке уверены многие из вас вспомнили старую бабушкину машинку производства подольского механического завода на ней подшивали шторы шили платье и наряды пеленки и распашонки она спасала всегда за гадочный деревянный сундучок с ключиком таил в себе целый мир красоты и творчества как называлась эта красивая люстра выпускаемая в ссср в ссср выпускалась много видов люстр но самой красивой считалась люстра каскад которую практически невозможно было достать из-за повышенного спроса она стоила 25 рублей как назывался металлический конструктор советского производства значительная часть советских игрушек была лицензионными или нелегальными копиями западных образцов самый известный почти классический пример это многочисленные клоны британского конструктора мэкона известного у нас как металлический конструктор с дырочками в зависимости от города и производителя советские конструкторы носили разные названия но чаще всего назывались просто конструктор помните эти железные детали в форме буквы ша а знаете что это такое железные детали в форме буквы ша в советское время лежали под ногами практически в каждом дворе это наборный элемент пластин трансформаторов в виде буквы ша из них сложенных в пакет произвольной толщины собирается сердечник трансформатора а потом сверху он замыкается прямоугольными пластинками набранными в такой же толщины пакет как назывался первый серийный электронный калькулятор производства ссср а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео вега первый советский электронный калькулятор электронная клавишная вычислительная машина вега была разработана в 1962 году в ленинградском отделении центрального экономика математического института академии наук ссср серийный выпуск начался в 1964 году в конструкции использовались транзисторы около 1500 штук а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа отгадайте что это за устройство в данном коротком ролике и для чего оно используется а напишите в комментариях ваш вариант ответа что это за устройство и для чего оно используется надеемся что вам понравилось мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест